Здравствуйте, уважаемые телезрители! Ну, так скажем, что есть, наличествуют факты фальсификации молочной продукции, но конкретизировать я не могу. Я понимаю. Поэтому давайте поговорим с вами над исследованиями, которые выявляют факты фальсификации молочной продукции. Ну, вначале, наверное, начнем с самого главного. Что такое фальсификация? В зависимости от вида и технологии производства молочные продукты подразделяются на несколько групп. Это молоко, сметана, творог, сыр и так далее. Все они имеют высокую пищевую ценность, включая необходимые для нормального функционирования организма человека белки, жиры, минеральные вещества. Себестоимость производства данной категории товаров достаточно высока, а сырьевые ресурсы ограничены. Поэтому недобросовестные производители практикуют замену натуральных молочных жиров на более дешевые заменители. И в результате фальсификации снижаются потребительские качества молока, сметаны, кефира и других продуктов, которые могут негативно влиять на здоровье человека. И анализ жирнокислотного состава молочной продукции является одним из методов, позволяющим установить факт фальсификации, либо подтвердить регламентированные нормами качества. А насколько опасно фальсифицированное молоко? Есть ли там какие-то вещества, содержащиеся в фальсифицированном молоке, которые могут нанести вред здоровью человека? Ну, а если, вот вы говорите, что они снижают, да, фальсификация снижает потребительские качества молока, а также негативно могут повлиять на здоровье людей. Чем они могут повлиять? Там какие-то есть вещества, которые могут негативно повлиять? Я понимаю, да, это некоторые сложности возникают, потому что вы у нас все-таки узкий специалист, который занимается именно вот такими... Жирнокислотным составом молока, да? Вот, ну давайте даже вот коснемся жирнокислотного состава молока. Если оно фальсифицировано, вот этот кислотный состав, жирнокислотный состав, он меняется и негативно он как-то может сказываться? Ну, конечно, он может отразиться на здоровье человека. Есть люди, да, которые не переносят определенные продукты, следовательно, они не... на их здоровье отражаются. Ну, то есть обман начинается с самой упаковки, да, где указана определенная кислотность, да, а там оно меняется. Да, например, 3,2% жирности указано, а оно не соответствует действительности. То есть в состав молочного жира входят низкомолекулярные молочные кислоты, ой, меристиновая, лауриновая кислота, да, которые определяют вкус молока, качество молока. А при замене мы получаем, добавляются другие растительные жиры. А у некоторых, конечно, есть непереносимость такая, да, вот определенных растительных жиров. Растительных жиров, да. Когда мы покупаем молочную продукцию в магазине, на что нужно прежде всего обратить свое внимание? Обратим, необходимо обратить внимание на этикетку, смотрим, какое это молоко, смотрим, чтобы это был не молокосодержащий продукт. Потому что в молокосодержащем продукте, естественно, молока очень мало. Восстановленное ли молоко, нормализированное молоко. Вот на эти факты обращаем внимание. Кстати, вот, наверное, от себя могу добавить, потому что разговаривал с одним из специалистов, которые вот работают вот с фальсификацией продукции, ну, или хотя бы не фальсификацией, но, в принципе, стоит упаковка, там написано какое-нибудь название, которое так или иначе связано с молоком, там, какая-нибудь корова или так далее. Но там не пишется молоко питьевое. Вот. А просто нарисована, я не знаю, там, кружка с молоком, вот, с белой какой-то там не молоко, возможно, там нарисована кружка с белой жидкостью, да, так назовем, да, или там какой-нибудь домикс посреди луга, или какая-нибудь коровка, которая пасется. Но, как мне говорили специалисты, что вот именно вот используя вот такие визуальные образы, а потом где-то мелким шрифтом подписывая, что это все-таки не молоко питьевое, а молокосодержащий продукт, как бы производители тем самым, во-первых, они не нарушают закон, потому что, как бы, они пишут на упаковке, что это не молоко, да, натуральное, но, тем не менее, выставляют и позиционируют это, как бы, и покупатель видит это, как будто это молоко и покупает. Вот здесь мы увидим обман потребителя, классификация, то есть обман потребителя, здесь мы видим, что это не молоко, а молокосодержащий продукт, значит, жировой состав его изменен, то есть, и поэтому... И поэтому потом, да, конечно, все это сказывается на здоровье потребителя, конечного потребителя. У нас есть телефонный звонок, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Можно задать у меня такой вопрос. Вы могли бы погромче говорить, просто мы недослышаем это. Алло. Да, 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 мы вас слушаем. Вот у меня вот такой вопрос. Не скажите, вот вы проверили, как бы, вот этих производителей и нашли недостатки, нашли нарушения, а что потом дальше с ними будет, вот, с этими нарушителями? Как их наказывают или, может быть, ну, как убирают их с продаж этого, этот продукт? Ну, наверное, я не знаю, сможете ли вы ответить на этот вопрос? Я смогу. Вы как специалисты такие узконаправленные, да? Вы проверили в лаборатории, сделали свой вердикт, дальше что? Дальше мы выдаем протокол исследований, который направляется в департамент охраны общественного здоровья, и там уже специалисты департамента принимают соответствующие меры, уже по своей линии, по своей специфике работы. Ну, то есть это не останется безнаказанным, да? Нет, это не остается безнаказанным, принимаются, конечно, соответствующие меры, да? Потому что вопрос фальсификации молока в данный момент, в данное время очень актуален. А с какой целью заменяют молочные жиры вот наши производители? Я понимаю, что основная цель – это все-таки продать этот продукт по той же цене, почти по той же, возможно, и дешевле, чем обычное молоко, но, тем не менее, иметь с этого определенную прибыль. С какой целью? Есть несколько причин. Это удешевление продуктов питания, дальше срок хранения при замене молочных жиров растительными жирами, срок хранения продукта увеличивается. Вот, вы знаете, я сам заметил, да, купив одну из упаковок молока, неделю мы уезжали, неделю она простояла на подоконнике, после этого открыл, думал, ну, там все уже скислое, и понюхал, а запаха практически нету. Вот, налил, даже пробовать не стал, но по консистенции посмотрел, вот как оно было, консистенция эта молочная, так она и осталась. Это просто ненормально, это не настоящее сразу, я понял. Видимо, да. Ну, а вот, имеют ли заменители молочного жира какие-то полезные свойства для человека? Ну, ученые над этим работают, спорят об этом, и выдается такой результат, что имеется полезное свойство, там больше витаминов, потому что это растительные жиры. Например, есть у нас люди, которые страдают непереносимостью лактозы, для них полезно заменители молочных жиров. Так, снижается артериальное давление у людей, страдающих артериальным давлением, да, содержание, как я уже сказала, витамина А, Е, больше. И, как я уже говорила, больше хранится, дольше хранится. Ну, я думаю, наши производители вот таких вот заменителей молока осознают, да, те степени риска. Во-первых, в первую очередь риск собственного лица, да, что могут потерять собственное лицо. И, тем не менее, они должны понимать, что даже заменители молочного жира имеют, да, полезные свойства. То есть, стоило бы как раз-таки в первую очередь писать об этом и уже крупным шрифтом говорить, что это все-таки заменитель молочного жира. И для каких категорий населения он прежде всего направлен, на какие заболевания и так далее. Вот, я думаю, с этим никто бы не поспорил. А вот как раз-таки обманывать потребителя, мне кажется, со стороны наших производителей это довольно низко. Огромное спасибо, что вы приняли сегодня участие в нашей программе. Огромное спасибо за то, что вы работаете вот с такими фальсификациями таких продуктов, потому что обязательно для конечного потребителя все-таки знать, что он потребляет. Спасибо большое. Это была программа «Из первых рук» и я ведущий Антон Пережогин. До встречи. Продолжение следует...